Здравствуйте, дорогие телезрители! 27 сентября отмечается один из двунадесятых, то есть 12 наиболее значимых церковных праздников. «Воздвижение животворящего креста Господня». Часто церковь устанавливает традицию отмечать то или иное праздничное событие по прошествии многих лет после того, как оно, событие, произошло. Нынешний праздник уникален в том смысле, что получил начало одновременно с самим событием, которому посвящен. Воспоминание о нем побуждает нас перенестись мыслями на святую землю Палестины, географическую территорию, связанную с земной жизнью Господа Иисуса Христа. В истории церкви эти земли всегда имели особое значение. Название Палестина означает землю народности Филистимлин, которые ее занимали в конце XIII века до Рождества Христова. Так сообщает греческий историк Геродот. Но вскоре их вытеснили древнееврейские племена, возглавляемые праведным вождем Иисусом Навином. В Ветхом Завете эта земля называется драгоценнейшей для Господа или просто землей Господа. Из бывших иерусалимских иудеев состояла в Палестине и первая община христианской церкви, матери всех церквей, возглавляемая Иаковом, братом нашего Господа, сыном Иосифа, опекуна Девы Марии от его первого брака. В 1970 году после Рождества Христова римский император Тит разрушил Иерусалимский храм. А в 133 году Адриан полностью разорил Иерусалим, и на его месте был отстроен языческий город Элия Капитолина с храмом верховного языческого божества Юпитера и казармами для легионеров большого военного гарнизона. Казалось, ничто уже не будет здесь напоминать о славной библейской истории. «Орел взлетел наверх Сиона и устремил свой алчный взгляд на пепел царства Соломона», напишет поэт. Однако святая земля Иерусалима и Палестины продолжала притягивать христиан. Несмотря на все трудности и опасности, они приезжали и поселяли здесь. Наконец, после провозглашения императором Константином Великим для христиан свободы, на святую землю устремился настоящий поток верующих во Христа. В 326 году сюда прибыла мать Константина, святая царица Елена, и начала грандиозные работы по воссозданию святых мест. С помощью своего царственного сына Елена воздвигла в Палестине десятки храмов. Особой заботой были окружены места, где Спаситель родился и пострадал. В конце XIX века на восточной стороне Мертвого моря в одной из древних церквей был открыт и расчищен мозаичный пол VI столетия, на котором сохранились изображения многих древнейших христианских храмов Палестины. Их было немало. А главной реликвией святых мест со времен Константина и Елены считали древо чеснага животворящего креста Господня. Древние историки Сократ, Созамен и Руфин повествуют, что иерусалимские иудеи указали царице Елене место, где ранее находилась гора Голгофа, а позже построили языческое капище Венеры. Здесь и начались раскопки. Наконец нашли три креста, а также табличку с надписью «Иисус Назарянин, царь иудейский» и «Гвозди». Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Господь, их приложили поочередно к тяжело больной женщине. Когда та исцелилась после прикосновения к одному из крестов, все собравшиеся прославили Бога, указавшего на величайшую святыню истинного креста Господня, который был торжественно поднят епископом для всеобщего обозрения. После случившегося исцеления крест стали называть животворящим, а обычай торжественно воздвигать его на обозрение собравшемуся народу сохраняется до настоящего времени. Из источников VI века мы знаем, что в день воздвижения на Святую Землю собирались множество паломников из различных стран. И сегодня каждый православный человек считает своим религиозным долгом хотя бы один раз в жизни посетить Святую Землю. Паломничество – важная и полезная традиция. Само слово «паломник» происходит от латинского слова «пальмариус» – «пальмовник», то есть человек, держащий пальмовую ветвь. Дело в том, что главным праздником, привлекающим на Святую Землю богомольцев, была и остается Святая Пасха. Документы свидетельствуют, например, в 1914 году на Пасху в Иерусалим приезжали свыше шести тысяч российских паломников. Те, кто стремился встретить в Иерусалиме светлое Христово Воскресенье, пребывали заранее, чтобы провести в Святом Городе и всю предваряющую Пасху Страстную Седмицу. Страстную Седмицу, как известно, открывает праздник входа Господня в Иерусалим. Основным событием этого дня был крестный ход до стен Иерусалима. Причем паломники, принимавшие в нем участие, несли в руках пальмовые ветви. Ведь такими же ветвями жители Иерусалима встречали самого Христа. Богомольцы всегда брали эти ветви с собой домой, на память. Традиция паломничества очень древняя. В истории нашей литературы существует древний и очень важный текст. Начало XII века. Житие и хождение Даниила, русской земли игумена. Киевский священник Даниил описал свое паломничество на Святую Землю, совершенную в 1107 году. Само паломничество для Даниила отнюдь не абсолютное условие для спасения души. Путешествие для православных людей не имеет смысла и цели в себе самом. Паломничество – это не туризм. Оно важно и ценно, лишь поскольку служит пробуждению добрых помыслов и желания служить Богу, вдохновляет на благие дела, очищает душу. В самом начале своих записей Даниил замечает, что многие добрые люди находятся дома и своими помыслами, милостыней, добрыми делами достигают мест святых и большое вознаграждение принимают от Бога. Но в то же время Даниил дает интереснейшее описание святых мест и там находящихся святынь, убеждает читателя в правдивости евангельского повествования, в подлинности всех евангельских событий. Это хождение Игумена Даниила было едва ли не самым распространенным чтением в Древней Руси. В хождении содержится и первое известие в нашей литературе о схождении благодатного огня. Даниил пишет «Великую субботу за вечерним богослужением все пели, и я тут стоял и прилежно смотрел в двери гробные». И когда начали песнь «Господи Випоем», тогда внезапно и засиял святой свет во святом гробе. Исходило из гроба блистание яркое. Так все люди стоят со свечами горящими и вопиют велегласно с радостью великой и с весельем «Господи помилуй!» Не может быть такой радости человеку, какая бывает всякому христианину, увидевшему свет святой. Вот сегодня некоторые верующие публицисты, христиане, выражают сомнение, не умаляет ли получение благодатного огня в святую субботу главного торжества, которое должно совершаться самой пасхальной ночью. Но мы видим, что традиция получения святого света очень древняя, и она не может быть противопоставляема празднованию святой Пасхи в пасхальную ночь. Она открывает это празднование, в некотором смысле открывает дверь для действия благодати и силы Божией, которые мы ощущаем на протяжении всего сорокадневного пасхального периода. Столь же древним является и представление о чудотворной силе и благодатной природе святого света – огня. Получение святого огня – это прежде всего приобщение к духовной радости, которая остается в душе человека на многие дни и месяцы. Но не только сам праздник Пасхи, но и сегодняшний праздник воздвижения чеснага животворящего креста Господня напоминает нам о том, что есть на земле такое священное место, где каждый может ощутить реальное присутствие воскресшего из мертвых Господа и Спасителя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok